В силу возраста они не бросаются бесстрашно в огонь, как настоящие спасатели, но знают, как правильно себя вести при пожаре, могут разъяснить правила младшим и, возможно, в будущем станут огнеборцами. Как возродить деятельность юных пожарных этим вопросом задались представители Всероссийского добровольного пожарного общества и слободские педагоги. Первое упоминание объединения юных огнеборцев относится еще к 1910 году, когда дружины назывались потешными. Инициатором их создания выступило Императорское российское пожарное общество, аналог современного ВДПО. В советское время такие дружины получили широкое распространение. Я смотрела статистику, было занято в этом движении где-то порядка двух миллионов школьников и было создано только на территории Российской Федерации порядка 43 тысяч таких дружин. К сожалению, в постсоветское время это движение затухло, как и все детское движение. В частности, в 2008 году на внеочередном съезде в ВДПО было принято решение, чтобы возродить это Всероссийское детско-юношеское движение юных пожарных. Движение возрождается. На сегодняшний день в России существует около 15 тысяч дружин начинающих огнеборцев, в которых занимается порядка 200 тысяч детей. У Всероссийского детско-юношеского общественного движения юный пожарный несколько задач, среди которых патриотическое воспитание и формирование у ребят культуры пожаробезопасного поведения. Эти дети обладают достаточными знаниями для того, чтобы проводить профилактическую работу с другими. Кроме того, дружина – это своеобразная профориентация. Юные пожарные могут состязаться в развертывании пожарного рукава, в надевании боевой одежды на скорость, а также во владении базовыми навыками оказания первой медицинской помощи. Ребята участвуют и в творческих конкурсах, и в смотрах конкурсах «Лучшая дружина юных пожарных России». В этом году на межрегиональном конкурсе в пенсии наша дружина из Амутнинска заняла второе место. А вот в Слободском как-то у нас эта деятельность не развита, но я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Стать дружинником может школьник в возрасте от 10 до 17 лет. О конкретных датах создания организации на Слободской земле говорить рано. Сотрудники добровольного пожарного общества в этом учебном году готовят первые конкурсные мероприятия для ребят. Дальше дело за школами. Дружины юных пожарных будут открыты именно на базе этих учебных заведений.